Марш! Глава девятая. Ваш сын, дядя Фарик. На другой день дядя Фёдор решил письмо домой написать, чтобы папа и мама за него не беспокоились, потому что он их очень любил, а они не знали, где он и что с ним. И, конечно, переживали. Сидит дядя Фёдор и пишет, «Мои папа и мама, я живу хорошо, просто замечательно. У меня есть свой дом, он тёплый, в нём одна комната и кухня. А недавно мы класс нашли и корову купили, и трактор. Тр-тр-митю. Трактор хороший, только он бензин не любит, а любит суп. Мама и папа, я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. Но я вам не скажу, где я живу, а то вы меня заберёте, а матроскин и шарик пропадут. Но тут дядя Фёдор увидел, что деревянские ребята, змеи в поле запускают. И дядя Фёдор к ним побежал, а коту велел письмо дописывать за него. Кот взял карандаш и начал писать. А ещё у нас печка есть тёплая. Я так люблю за ней отдыхать. Здоровье? Здоровье-то у меня не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. Потому что, дорогие мой папа и мама, Жизнь у меня была сложная, полная, лишней и выгоняйней. Но сейчас всё по-другому. И колбаса у меня есть, и молоко парное. Стоит в мисочке на полу. Пей? Не хочу. Мне мыши даже не видеть не хочется. Я их просто так ловлю для развлечения. Или на удочку, или пылесосом из народ вытаскиваю. И в поле уношу. А днём я люблю на крышу вскарабкаться. И там глаза вытаращу. Усы расправлю и загораю, как ненормальный. На солнышке облизываюсь и сохну. Тут кот услышал, что мыши в подполе заскрепились. Крикнул он шарика, и в подпол побежал с пылесосом. Шарик карандаши в зубы взял и стал дальше калякать. А на днях я линей начал. Старая шесть с меня сыплется. Хоть и в дом не заходи. Зато новая растёт. Чистая, шелковистая. Просто каракуль. Да ещё охрип я немножечко. Прохожих много. Нам всех лаять приходится. Час положишь, два положишь. А потом меня не лай, а свист какой-то получается с бульками. Дорогие папа и мама, вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши торчком. Нос холодный и лохматость повысилась. Мне теперь можно зимой даже на снегу спать. Я теперь сам в магазин хожу. И всё продавцы меня знают. Костки мне бесплатно дают. Так что вы за меня не переживайте. Я такой здоровый стал. Прямо ух! Если я не в выставку попаду. Мне всё медали обеспечены. За красоту и сообразительность. До свидания. Ваш сын, дядя Шарик. Потом он слову Шарик хотел исправить на Фёдор. И получилось вообще что-то непонятное. До свидания, ваш сын, дядя Фарик. Они Соматровскину письмо запечатали, адрес написали. И Шарик его в зубах в почтовый ящик отнёс. Конец.